Вся система саровского образования нацелена на то, чтобы подготовить молодые кадры для атомной отрасли. Задача образовательных учреждений города состоит в том, чтобы создать пространство для успешного развития и раскрытия потенциала школьников как в технической, так и в гуманитарной сфере. Такой была центральная тема ежегодного общегородского родительского собрания. В этом году 30-й и 41-й детские сады, а также гимназия номер 2 присоединились к сети школы Росатома. А статусные школы Сарова, 15-й, 3-й лицеи и 2-я гимназия вошли в топ-200 лучших школ России, готовящих абитуриентов для топовых вузов страны. Из нашего региона в этот рейтинг вошли еще две школы из Нижнего Новгорода. На собрании подвели итог патриотической работы в школах, которую ввели в этом году. Для нас очень важна эта работа, и с нашей точки зрения она прошла очень удачно. И все уроки и все занятия по внеурочной деятельности в рамках разговоров о важных, которые мы видели как управленцы, нам очень понравились. Очень грамотная подача материала педагогами, очень корректное отношение к истории России и к формированию традиционных ценностей, которые необходимо сформировать у детей. С нового учебного года на уровне местного отделения российского движения детей и молодежи создадут первичные организации на базе школ города. Директор департамента образования Наталья Володько рассказала родителям о возможностях для детей участвовать в значимых федеральных конкурсах. Саровский проект «Школа-вуз-предприятие» планирует расширить на пять школ. Я вас как родителей просто призываю и обозначать эти аспекты в классе, что чем больше ребенок участвует в проектах, чем больше вы погружаете его в различные пробы самого себя, чем больше вы с ним погружаетесь в эту историю, тем больше ребенок чувствует себя востребованным, понимает, что вокруг него происходит и проникается вот этим желанием двигаться дальше. В этом учебном году на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников вышло 227 человек. Старшеклассники получили 119 призовых мест. Отличные результаты показали 12-е и 10-е школы. Один ученик школы номер 12 стал призером по химии на заключительном этапе Всероссийской олимпиады. Каждый год Министерство образования и науки у себя на сайте публикует перечень олимпиад для ребят, начиная с 3-го и 4-го классов. Там же можно найти список тех олимпиад, которые позволяют старшекласснику претендовать на место в топовых вузах страны без экзаменов или получить 100 баллов по ЕГЭ. У нас очень большой процент детей на самом деле саров поступают в вузы либо без вообще вступительных экзаменов, получая призерство или победителем становясь в олимпиадах 1-2 уровня, либо имеют 100 баллов по предметам. Если у ребенка 100 баллов и есть олимпиада, они звонят и предлагают вступление без вступительных экзаменов, то есть они не защитят даже остальные предметы, для того, чтобы увлечь им на вашего ребенка и забрать к себе вузы. Пять саровчан стали стипендиантами Нижегородской области. Медаль за особые успехи в учении получил 71 выпускник 11-х классов. На 100 баллов сдали ЕГЭ 7 старшеклассников. В этом году департамент впервые реализовал проект «Сетевой образовательный хаб города Сарова», который позволил ребятам посещать выбранные профильные предметы для углубленного изучения, которых нет в их школе, в других образовательных организациях. В новый учебный год проект продолжит реализовывать. Это сохранение индивидуальных образовательных маршрутов или траекторий, как мы говорим, на базе 10-11 класса. Поэтому если у родителей возникают такие вопросы, где можно получить, у нас нет такой возможности, мы всегда готовы предложить другую образовательную организацию, причем мы стараемся предложить даже в той части города, где находится школа. То есть в старой части заводим друг с другом взаимодействие и, соответственно, в район тоже заводим друг с другом взаимодействие, чтобы было удобно. Особое внимание на собрание уделили нововведениям в образовательной сфере – возвращении серебряных медалей, введении трудового воспитания, профориентации и профильных классов. В этом году проект МИФИ позволит для школьников и учителей пройти бесплатное обучение по различным направлениям как дистанционно, так и на базе СРФТИ. 12 детских садов Сарова подключились к инновационной деятельности. Большинство из них ориентированы на инженерно-технологическое образование, которое позволяет уже в дошкольном возрасте подготовить детей к будущему профориентационному направлению. В следующем учебном году 77% воспитанников детских садов включат в инновационную деятельность. По завершении собрания благодарственными письмами наградили самых активных родителей. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.